Мы в театре. И вдвойне приятно, что на пороге театра нас встречает народный артист РСФСР Владимир Эдуш. Вы знаете о том, что сегодня вам придется исполнить еще одну роль. Роль нашего консультанта по теме юмор и театр. Все, что смогу, я не утаю. Мой первый вопрос к вам, даже не как к артисту, а как к профессору, к профессору Щукинского училища. Вообще, профессор это что-то такое серьезное, и к теме сегодняшнего вечера не имеет, по-моему, отношения. А у меня с детства такое какое-то чувство, когда говорит профессор, то мне хочется раздеться до пояса. Но тогда все-таки я вам задам вопрос как к педагогу. Пожалуйста. Что вы говорите вашим студентам, когда приступаете к работе над комедией? Молчу. Молчу. И во всяком случае ничего не говорю смешного, потому что я считаю, что комедия дело серьезное, и работать нужно серьезно. И смех должен возникнуть в результате. Всегда ли комедийный момент возникает в том месте, в котором его запланировал автор, режиссер, и вот вы актеры? И артист решил кончить жизнь своего героя тем, что он должен был броситься со скалы в воду, в речку. И он бросился, но не попал на маты, которые были подложены. И произвел страшный грохот. Но он не растерялся, нашелся и сказал, а река-то успела замерзнуть? АПЛОДИСМЕНТЫ И еще один последний вопрос к вам. Каким бы вы хотели видеть зрителей, приходящих в театр? Вот таким. АПЛОДИСМЕНТЫ Пора от теории перейти к практике. Мольер. Мещанин во дворянстве. Сцена из спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Господин Журден. Владимир Этуш. Учитель философии. Александр Грабе. Итак, чему же вы хотите учиться? Ну, чему только смогу. Я страсть, как хочу стать ученым. И такое зло меня берет на отца с матерью, что они меня не учили всем наукой. Ну, это понятное чувство. Намзина доктрина витээст, квази-мортис и маго. Ну, вам-то должно быть это ясно, потому что вы, вероятно, знаете латынь. Да. Но только вы разговариваете со мной так, как будто я ее не знаю. Вот это что вы сейчас сказали? А это значит, что без науки жизнь как бы подобна смерти. А, латынь говорит дело. Латынь говорит дело. Ну, еще, Влад, скажите, что у вас есть основы? При себе? Нет, ну, начатки, каких-либо познаний. Ну, конечно, конечно, я умею читать и писать. Отлично. Так с чего же вы хотите начать? Хотите? Я обучу вас логике. Вы знаете, мне бы что-нибудь бы... что-нибудь позанимательнее было. Ну, давайте займемся этикой. Ага, вот этикой. А в чем она эта этика? Ну, она толкует о счастье жизни. Учит нас смирять свои страсти. А, не, 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 я вспыльчен, как сто чертей. И желаю беситься, когда меня разбирает злость. И никакая ваша эта этика меня не удержит. Так, может, вас пыльчает физика? Ну, а физика? Это насчет чего, ну? Она изучает законы внешнего мира и свойства тела. Тел? Да, ну... Толкует о природе стихии, о признаках металлов, минералов, камней, животных. А, нет. И объясняет причины различных атмосферных явлений. Как-то радует. А, нет. Блуждающие к огне. Нет, нет. К огне. Нет. Шарни, грома, молния, дождя, снега. Нет, нет, нет. Слишком много трескотни, слишком много всего наворочено. Так чем же вы хотите заниматься? Про описание. С удовольствием. И потом, знаете что, вот научите меня определять по календарю, когда будет луна, а когда нет. Хорошо. Хорошо. Так вот, если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, то дабы вполне удовлетворить ваше желание, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понятия о природе букв. И о различных способах их произнесения. Вот прежде всего я вам должен сказать, что буквы делятся на гласные, названные так, потому что они обозначают звуки голоса, и на согласные, названные так, потому что они согласные. В природе значит существует пять. Пять гласных букв. Иначе говоря, голосовых звуков это А, Е и О. Ну, вот это мне понятно. Так вот, чтобы произнести звук А, надо широко открыть рот. А. А. А вот, чтобы произнести звук Е, нужно нижнюю челюсть приблизить к верхней. А. Е. А. А. Е. Верно, здорово. А вот, чтобы произнести звуки, челюсти надо еще больше сблизить, а углы рта оттянуть к ушам. А. Е. Э. И. Окей. А. Молодец. Е. Да. Кушам! Кушам! Ну! Кушам! 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 Да здравствуй, таука! Да здравствуй! А вот, ты! Вот, чтобы произнести звук О, челюсти надо раздвинуть, а губы сблизить. О-о-о-о! 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 О-о-о! Отверстие вашего рта при этом принимает форму того самого кружочка, припосредствии которого мы обозначаем звук. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Как приятно узнать, что ты что-то узнал. А вот, чтобы произнести звук О, надо верхние зубы приблизить к нижним, не стискавая их, однако, а губы вытянуть и тоже сблизить, но так, чтобы они не были плотно сжаты. Ну-ка. Нет. Нет. Ну-у, да? Ваши... Ваши губы при этом вытягиваются, как будто вы гримасничаете. И вот если вы хотите в шутку над кем-нибудь так состроить рожу, вам достаточно только сказать, так, у-у-у! 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 Ой, ну почему я не учился прежде? Я бы все бы это уже знал. А, ну о других буквах, так называемых согласных, я вам расскажу следующее. А они такие же занятные, как и эти, да? Конечно. Например, да-да-да. Или фа-фа-фа. А вот, чтобы произнести звук, надо, чтобы кончик языка был прижат к верхнему небу. Под напором воздуха, однако, силой вырывающегося из груди, он будет беспрестанно возвращаться в прежнее положение. Чего будет происходить такое некоторое дрожание? Ах! Ш-ш-ш! Вы не туда засовывайте язык. А-а-а. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а. Ой, браво! Ой, ты чего вы, молодчины, честное слово? Ну, все эти вещи я вам растолкую до тонкой. Приходите, пожалуйста, завтра пораньше. Не примину.